Привет, друзья! С вами я, Михаил Сыркили, и новый выпуск «Ноктайлайф». Сегодня мы поговорим о том, как выглядит государственная измена и о значимости потопления крейсера «Москва-флагмана» Черноморского флота России. Итак, поехали! На этих выходных один из главных пропагандистов Путина, Владимир Соловьев, взял интервью у Владимира Односталка, уроженца села Ферапунтьевка, Гагаузи, и депутата парламента от Блока коммунистов и социалистов. Мы не могли обойти это интервью, потому что в нем было все. И хейт в адрес беженцев, и угрозу новых очагов сепаратизма и войны в Молдове, и фейки. Вся суть российской пропаганды, извините, в одном флаконе, что называется. Беседа Соловьева с Односталка по совпадению или нет прошла в день, когда пророссийские политики в Гагаузии организовали автопробег под российскими флагами. Соловьев поинтересовался, появятся ли в Молдове дополнительные проблемы, кроме Приднестровья. Вот что ответил Односталка. У нас сегодня автопробег по югу страны был с флагами георгиевскими, с знаменем победы, с государственными молдавскими флагами. Вчера протесты были на севере страны. Да, вот это вот юг страны. Получается, Молдавия может разорвать на части? То есть мало проблем о Приднестровье, могут появиться дополнительные проблемы? К сожалению, власть пытается создать напряжение. Получается, что автопробег в Гагаузии организован специально, чтобы российский пропагандист мог намекнуть на возможность проблемы для молдавской власти. Так получается. Далее Соловьев начал спрашивать, а что молдавские власти будут делать, если Россия нападет на Молдову. Односталка не возмутился такому развитию событий, а наоборот начал блеять что-то нечленораздельное про молдавский нейтралитет. А рассматривают, вообще смотрят, что сейчас происходит на Украине? Понимают, что в принципе Россия-то может дойти до Приднестровья? Может быть совсем другая реальность? Мы страна нейтральная по конституции, поэтому в данном случае... Понимаю, мне просто интересно, что говорят в Молдаве. То есть отсматривают ситуацию, видят ли, анализируют, то есть как-то вот думают на будущее. Если говорить о власти, то в данном случае нужно говорить о том, что они не субъектны, они не принимают решений, соответственно действуют по методичке. И им абсолютно все равно, у них-то все хорошо за границей. Счета, дома, машины, там все прекрасно. И они, знаешь, в случае чего, они отсюда уедут, их как минимум заберут. Поэтому я сомневаюсь, что они понимают всю серьезность ситуации. Мне сложно сказать, почему партия социалистов выбрала именно односталка для интервью Соловьева. Может потому, что односталка из Феропонтьевки и по национальности украинец. Или может Соловьев сам на этом настоял. А может социалисты отправили кого не жалко, мы не знаем. Но когда главный пропагандист страны-агрессора угрожает дойти до границ Молдовы, в этом случае мы ожидаем от депутата парламента Республики Молдова как минимум возражения о том, что такие вопросы совершенно неуместны. Ну а в лучшем случае этого интервьюера надо было отправить вслед за российским военным кораблем. Реакция односталка понятна. Если бы Россия вторглась в Молдову, то он был бы рад, ведь это единственная возможность для него опять стать депутатом. Односталка не может или не хочет защищать Молдову, но может нападать на украинских детей. Давайте посмотрим. Приходят в школы, более двух тысяч детей учатся в школах. Почти все дети в русских школах, я хотел бы это заметить, в русских школах. Ходят в русские детские сады, учатся. Там тоже разная ситуация. Бывает, есть у меня информация от учителей, которые шокированы. Мы-то не привыкшие, будем так говорить, к некоторой агрессии. У нас-то дети, они добрые, и мы не приветствуем такие вещи, а мы видим, они происходят. И в целом... Ну это просто низко. Атаковать самую уязвимую категорию детей, которые потеряли свой дом и вынуждены жить в чужой стране. Чего он добивается такими выпадами? Роста и без того высокого уровня нетерпимости к украинцам, которую мы наблюдаем в Гагаузии и в Молдове. Неужели ради расположения Соловьева односталка готов поставить под удары детей, которым и без того непросто? Хейт в адрес беженцев продолжился тем, что Молдова якобы не получает денег на решение кризиса беженцев, а для покрытия этих расходов Молдова якобы берет кредит. Говорит односталка, что является полной ложью. Западные партнеры Молдовы выделяют сотни миллионов долларов на поддержку нашей страны, столкнувшейся с несколькими кризисами, вызванными агрессией России против Украины, энергетическим, экономическим и кризисом беженцев. С начала войны Молдова получила финансовую и гуманитарную помощь от США, Европейского Союза, ООН и других партнеров по развитию. И эта поддержка не прекращается. В то же время односталка не говорит о том, что этот кризис был спровоцирован его хозяевами из Кремля. Если бы его политический босс Владимир Путин не развязал войну в Украине, Молдове не пришлось бы проходить через этот кризис. Он явно не той стороне предъявляет претензий. Этот персонаж, как и другие креатуры Кремля, оправдывают преступления путинского режима в Украине и занимаются расколом молдавского общества. Односталка уж точно один из тех, кто оправдывает энергетический терроризм России и в отношении страны нашей страны, стран Европы, при этом умудряются обвинить в повышении цен на газ молдавское правительство. Более того, по словам односталка, правительство Молдовы забыло о долге в 700 миллионов. Это, напомню, исторический долг Молдова-Газ перед Газпромом. Аудит исторического долга, как мы знаем, должна провести молдавская сторона, согласно договору с Газпромом, подписанному еще прошлой осенью. Российская сторона против аудита исторического долга, который появился не без участия российских агентов в Молдове. Заявления депутата Односталка в этом интервью должны получить оценку общества и правоохранительных органов. В его действиях не просто нелюбовь к государству, где он депутат парламента, но и явное и откровенное предательство Родины. И ради чего? Ради кулька от Корнелла Фуркулица и Игоря Тодона? Односталка и социалисты ухватились за георгиевскую ленточку и за предпропаганды, потому что это позволяет им отвлечь внимание от уголовного преследования их босса Игоря Тодона. И ради того, чтобы не отвечать перед законом, эти люди готовы впустить в страну агрессора, который будет держать их у власти, как гауляйтеров, и не будет копаться в их прошлом. Поведение этих людей должно получить соответствующую оценку на следующих выборах. Русский военный корабль, посланный украинским пограничникам с острова Змеиный, в первый день войны дошел до места назначения. Украина, у которой практически нет военного флота, уничтожила самый мощный боевой корабль, флагман Черноморского флота и самую дорогостоящую единицу военной техники России крейсер Москва стоимостью 750 миллионов долларов. Это самая большая потеря для России со времен Второй мировой войны и самое крупное поражение на море со времен Цусимского сражения во время русско-японской войны 1905 года. Возможно, русские пропагандисты именно это имели в виду, когда говорили «можем повторить». 13 апреля начали появляться первые новости о том, что украинская армия подорвала флагман Черноморского флота России крейсер Москва. Глава Одесской военной администрации Максим Марченко сказал, что крейсер Москва был атакован двумя украинскими ракетами «Нептун». На вооружение украинской армии ракетный комплекс «Нептун» попал только в 2020 году и стоит он около 40 миллионов долларов. Ракета «Нептун» разработана Киевским конструкторским бюро «Луч» на основании советской ракеты «Х-35» и предназначен для поражения морских целей водоизмещением до 5000 тонн. Более того, ракета еще не была окончательно принята на вооружение, а находится на стадии испытаний. Иными словами, ракета, которая еще находится на испытании и предназначена для поражения маленьких морских целей водоизмещением до 5000 тонн, поразила крейсер водоизмещением более 11 тысяч тонн. Россия до сих пор отрицает, что крейсер «Москва» уничтожила украинская сторона. Версия России состоит в том, что на борту случился пожар, отчего сдетонировал боезапас. 14 апреля Минобороны России сообщил, что крейсер затонул при буксировке в условиях шторма. На фотографиях, которые были опубликованы позже, видно, что в момент затопления крейсера никакого шторма не было. Неудивительно, что Россия скрывает факт потопления флагмана Черноморского флота украинской армии, ведь Украина не является морской державой. Потерпеть поражение на море от страны, у которой нет своего флота, самый настоящий позор. Крейсер «Москва» был заложен на Николаевском судостроительном заводе в 1976 году, введен в эксплуатацию в 1982 году. Крейсеры такого класса были разработаны в Советском Союзе для борьбы с авианосцами Соединенных Штатов Америки. По задумке конструкторов, этот крейсер должен подойти к авианосцу на максимальной скорости в 32 узла на расстояние до 500 миль, нанести залп и скрыться. Я не являюсь военным экспертом, но прислушиваюсь к мнению специалистов. Мне понравился анализ Аркадия Бабченко по этому поводу, российского писателя, журналиста, военного корреспондента, который давно уехал из России и считает себя скорее украинцем, чем русским. Аркадий Бабченко участвовал в Первой Чеченской войне. Так вот, Аркадий Бабченко дает следующий анализ того, что означает затопление крейсера «Москва». Суммарная мощность залпа с ядерными боеголовками 5,5 мегатонн. Для сравнения, мощность Хиросимы 21 килотонна. Это примерно 60 хиросим. Экипаж крейсера 500 человек. Это вполне себе батальонно-тактическая группа. На борту 64 ракеты С-300. Сухопутный дивизион ракеты С-300 состоит из 6 пусковых установок по 4 контейнера. То есть, это примерно 3 сухопутных дивизиона С-300. 16 ракет «Вулкан». Ну, в переводе на сухопутный это примерно 1 дивизион «Искандеров». 2 зенитных ракетных комплекса «Оса». 2 орудийная установка калибром 130 мм. 1 шестиствольное орудие калибром 30 мм. Это 2 взвода БТР-4. 2 двухтрубных торпедных аппарата. Противолодочный ракетный бомбомет на 12 стволов. Это аналог установки «ГРАД». 1 вертолет. Радиолокационная станция. Станция радиоэлектронной борьбы. Но это как аэродром подскока. Что такое аэродром подскока? Это аэродром, предназначенный для кратковременной стоянки пополнения боевого комплекта до заправки оперативного обслуживания воздушных судов с целью увеличения дальности действий авиации. Чаще всего в военное время. Крейсер «Москва» флагман Черномерского флота. Флагманский корабль это корабль, на котором находится командир или командующий соединения или объединения. И флагманский командный пункт, оборудованный средствами управления. На командном пункте развертываются штабные посты. Находятся офицеры связи, взаимодействующих соединений и частей флота, сухопутных войск и авиации. Это аналог штаба фронта. В это измещении крейсера «Москва» 11,5 тысяч тонн. Это количество железа на 250 танков. Изначальная цена такого крейсера 2 миллиарда долларов. Остаточная цена крейсера «Москва» по данным издания «Форбс» 750 миллионов долларов. Если перенести все это на сушу, то получается следующая картина. Если бы на суше одновременно было уничтожено все то, что уничтожено затоплением крейсера «Москва», то это была бы катастрофа. Это был бы катастрофический разгром. За все 54 дня войны такого не было и, наверное, не будет. Главное, что крейсер «Москва» прикрывал переброску десанта в Бердянск, пункт снабжения российской группировки, воюющей в Мариуполе, и осуществлял большую часть воздушной обороны Черноморского флота. Осуществлял воздушное прикрытие кораблей блокады. Должен был осуществлять воздушное прикрытие и командование штурмом Одессы, которую Путин заявил как вторую часть спецоперации и осуществлял командование операциями на море. Ничего этого теперь не будет. Большие десантные корабли могут теперь стоять в порту под прикрытием сухопутного ПВО, ну или их по одному будет сопровождать фрегат Черноморского флота флота «Адмирал Эссе». Но это, наверное, недолго. Морская блокада Украины теперь находится под вопросом. Обеспечить морскую блокаду рассчитывал Путин своими войсками. Одесская операция теперь находится под большим вопросом. Пробитие коридора до Приднестровья теперь находится под большим вопросом. То есть, это срыв оперативного командования фронтом. И вот это все было уничтожено выстрелом двух ракет, которые еще толком не были взяты на вооружение украинской армии. Потеря крейсера «Москва» вероятно изменит позицию Российской Федерации в Черном море. Такие выводы опубликовала британская разведка. А значит, изменит баланс сил в регионе. Одним выстрелом Украина изменила соотношение сил во всем регионе. Теперь вы понимаете, что произошло. Помимо военного, крейсер «Москва» имеет символическое и историческое значение. Название чего стоит? Это понятно. Крейсер «Москва». В 2014 году крейсер «Москва» осуществлял воздушную защиту во время Сочинской Олимпиады. Крейсер «Москва» сопровождал Горобачева во время мальтийского саммита на высшем уровне, где встречались Горобачев и Буш, старший. Военное руководство России до сих пор не сообщило о том, сколько человек пострадало на крейсере «Москва». Экипаж крейсера от 500 до 700 человек. Сколько из них погибли, сколько ранены, неизвестно. Это демонстрирует отношение России к своим солдатам. Для российского руководства солдаты — это пушечное мясо. После гибели Москвы Россия усилила обстрел Николаевской и Одесской областей. В украинских считают, что уничтожение крейсера «Москва» стало победой в битве, но не в войне и украинская армия готова отражать будущие атаки противника. Еще одной жертвой затопления крейсера «Москва» стал мультик «Сокровища затонувших кораблей» о пионерах на батискафе «Нептун», нашедших затонувший фашистский эсминец с буквой «З». YouTube-канал «Союзмультфильма» заблокировал этот мультик. Все ясно. Фашистский эсминец. Ну а откуда ты знаешь? Читал. Фашистские эсминцы обозначались буквой «З». Гибель крейсера в очередной раз показывает истинное положение вещей в российской армии. Во-первых, отсутствие стратегии или нереалистичная оценка сил противника. Во-вторых, бесчеловечное отношение к своим же солдатам. Это, к слову, русские своих не бросают. В целом, эта война ведется России так же, как и другие войны. Вторая мировая, афганская, чеченская и сирийская. Солдаты используются в качестве пушечного мяса, а на мирных вообще плевать. Такой русский мир нам не нужен. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня. Делитесь этим видео, чтобы его увидело как можно большее количество людей. Увидимся в новом выпуске Нотлайф.